Билет номер 4. Первый вопрос. Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги? На этой дороге две полосы. Одна попутная, другая встречная. И мотоциклам разрешено двигаться по одной полосе в два ряда при условии, что они не создают помех друг другу для движения и обеспечена безопасность движения. То есть данная дорога, проезжая часть, имеет две полосы для движения. Второй вопрос. Эти знаки предупреждают вас. Здесь установлен предупреждающий знак «Опасные повороты» и табличка «Протяженность зоны действия знака». Значит, это сочетание мы читаем следующим образом. На расстоянии от 150 до 300 метров за дорожным знаком начнется участок дороги протяженностью 500 метров с опасными поворотами. Правильный ответ 2. Вопрос номер 3. Какой из указанных знаков распространяет свое действие только на ту полосу, над которой он установлен? В данном случае правильный ответ будет 1. Вариант только А. Знак ограничения максимальной скорости и стрелка, которая указывает на ту полосу, на которую действуют ограничения. Правильный ответ 1. Следующий вопрос номер 4. Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе вам можно продолжить движение в населенном пункте? Здесь установлен дорожный знак. Над левой полосой ограничение минимальной скорости в 60 км в час. Соответственно, по левой полосе вы не можете буксировать неисправный автомобиль. Скорость при буксировке не должна быть больше 50 км в час, поэтому для движения выбираем правую полосу. Правильный ответ 1. Только по правой. Вопрос номер 5. Что означает разметка в виде надписи стоп на проезжей части? Разметка в виде надписи стоп предупреждает о приближении к стоп-линии, нанесенной на проезжей части, и знаку движения без остановки запрещено. Правильный ответ 2. Вопрос номер 6. Каким транспортным средством разрешено движение прямо? На этом перекрестке установлены 3 светофора, и каждая полоса регулируется своим светофором. Прямо в данной ситуации может двигаться грузовой автомобиль. Правильный ответ 1. Вопрос номер 7. Вы намерены продолжить движение по главной дороге? Обязаны ли вы при этом включить указатели права поворота? Сигналы поворота водитель обязан включать всегда. Единственное исключение. Не включаем поворотник тогда, когда это может ввести в заблуждение других участников движения. То есть в этой ситуации при движении по главной мы поворачиваем направо. То есть мы обязаны включить сигнал поворота. Правильный ответ 1. Вопрос номер 8. Кто должен уступить дорогу? Здесь установлен знак конец полосы. Грузовик едет без изменения направления движения, а легковой автомобиль собирается перестраиваться. В данной ситуации дорогу будет уступать легковой автомобиль. Уступает дорогу всегда тот водитель, у кого заканчивается полоса. То есть уступает дорогу водитель легкового автомобиля. Правильный ответ 2. Следующий вопрос 9. Вам можно выполнить разворот. Указаны две траектории А и Б. В том случае, если посередине проезжей части расположены трамвайные пути, и они находятся на одном уровне с проезжей частью, левый поворот и разворот, как в данной ситуации, водитель обязан выполнять с трамвайных путей попутного направления. То есть мы сначала выезжаем на трамвайные пути попутного направления, и потом разворачиваемся. Правильная траектория будет Б. Правильный ответ 2. Вопрос номер 10. По какой полосе проезжей части разрешено движение в населенном пункте, если по техническим причинам транспортное средство не может развивать скорость более 40 км в час? Если ваше транспортное средство не может двигаться со скоростью больше 40, то двигаемся мы только по крайней правой полосе. Правильный ответ 1. Одиннадцатый вопрос. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? На нерегулируемых перекрестках при движении через перекресток по главной дороге правилами дорожного движения обгон разрешается. То есть здесь отвечаем обгон разрешен. Правильный ответ 1. Вопрос номер 12. Разрешается ли вам остановка для посадки пассажира в этом месте? Остановка в местах остановок маршрутных транспортных средств разрешается для посадки или высадки пассажира в том случае, если не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств. Поэтому правильный ответ 2 разрешается, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств. Вопрос номер 13. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия? Этот перекресток регулируемый, горит зеленый сигнал светофора. Мы едем в прямом направлении, со встречного направления налево поворачивает грузовой автомобиль и с левой стороны от нас на перекресток въезжает автомобиль ДПС, у него горят проблесковые маячки и включен специальный звуковой сигнал. В данной ситуации полное преимущество имеет автомобиль ДПС, значит мы уступаем дорогу только автомобилю ДПС, а при движении прямо на зеленый сигнал светофора мы будем иметь преимущество перед грузовиком, который поворачивается своего направления налево. То есть мы уступаем дорогу только автомобилю ДПС. Правильный ответ 3. 14. Кому вы должны уступить дорогу при повороте направо? Перекресток здесь нерегулируемый. При движении прямо мы пересекаем пешеходный переход, по которому двигается пешеход, мы ему обязаны уступить дорогу. На нерегулируемых перекрестках мы уступаем дорогу вообще всем пешеходам. А дальше при повороте направо мы также обязаны уступить дорогу пешеходам, даже несмотря на то, что там нет разметки в виде пешеходного перехода. То есть при проезде этого перекрестка мы уступаем дорогу всем пешеходам. Правильный ответ 3. Вопрос номер 15. Как вам следует поступить при выполнении разворота? Перекресток этот нерегулируемый. Установлен дорожный знак 2.1, главная дорога. Мы разворачиваемся, встречный автомобиль едет в прямом направлении. И справа от нас находится грузовой автомобиль, бензовоз. При повороте налево или развороте мы должны уступить дорогу тому, кто едет прямо или направо со встречного равнозначного направления. То есть мы уступаем дорогу легковому автомобилю, затем разворачиваемся, а уже потом на перекресток въезжает грузовик. То есть мы уступаем дорогу только легковому автомобилю. Правильный ответ 2. 16. Какие из перечисленных действий запрещены водителям транспортных средств в жилой зоне? В жилой зоне запрещено сквозное движение, учебная езда и стоянка с работающим двигателем. Соответственно, правильный ответ 4. В жилой зоне запрещены все перечисленные действия. 17. Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами при буксировке на жесткой сцепке? На жесткой сцепке расстояние должно быть не более 4 метров. Правильный ответ 1. Вопрос номер 18. В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства? Разбираем подробно. Первый вариант. Загрязнены внешние световые приборы. Эксплуатация запрещается. Второй вариант. Регулировка фар не соответствует установленным требованиям. Эксплуатация также будет запрещена. Третий. В световых приборах используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. Все эти три причины запрещают эксплуатацию транспортного средства. А вот четвертый вариант. На транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями оранжевого цвета, разрешает эксплуатацию транспортного средства. Правильный ответ 4. Девятнадцатый вопрос. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? Значит, при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге водителю следует быстро, но по возможности плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, а затем опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения. Правильный ответ 1. Вопрос номер 20. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации? Сердечно-легочная реанимация проводится в следующем порядке. Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки, на два пальца выше мочевидного отростка, вторую руку накладывают сверху, пальцы рук при этом берут в замок. Руки выпрямляются в локтевых суставах, большие пальцы указывают на подбородок и живот. Надавливания должны проводиться без резких движений. Правильный ответ 2. Руки выпрямляются в локтевых суставах,